Здравствуйте! Речь у нас сегодня пойдет о колоноскопии. Я врач-хирург эндоскопии Соднецов Павел Селдович. Мы расскажем про технику выполнения колоноскопии и отработку иммунальных навыков с помощью манекена. Манекен имеет в своем составе кишку, выполненную из мягкой резины, шесть схем в зависимости от степени сложности и от ситуации, которую он позволяет смоделировать. Это такие как до лиха сигма, прямая альфа-петля, обратная альфа-петля, подвешенная альфа-петля с помощью тяги, подвешенная до лиха сигма закрепленная. Ну и первая, вторая схема – это стандартная укороченная сигма. С чем испытывают основную проблему врачи-эндоскописты, выполняя колоноскопическое исследование? Это с неумением собрать сигмовидную кишку, так сказать, сборить. Сборить все знают слово, как это сделать, с этим возникают проблемы. На экране, если посмотреть, видно, что у нас уже колоноскоп введен в манекен, одет дистальный колпачок, и как бы всех призываю пользоваться им, потому что это помогает сборивать кишку. Сам по себе колпачок на дистальном конце. Выпускаются они под разные виды эндоскопов, под разный диаметр, ну и облегчают процедуру выполнения колоноскопии. Важно расставить аппаратуру правильно. То есть вы стоите слева, справа от пациента, как здесь вот лежит манекен, головной конец там, ножной здесь. Аппаратура стоит перед исследователем. Важно подобрать высоту стола примерно так, чтобы рука не провисала, не надо было ее поднимать, не надо было тянуться вниз. То есть поза у исследователя должна быть удобная. То есть примерно на уровне, как опускается рука. Поставить аппаратуру прямо, чтобы рабочий кабель был свободен, потому что с ним придется манипулировать, переворачивать его для того, чтобы собрать кишку. Можно это и не делать, собирать короткими движениями, но можно сейчас показать, пока лежит на спине. Хотя призываю всех начинать колоноскопию выполнять на левом боку. Это упрощает процедуру сборивания сигмовидной кишки. Основная ошибка, которая возникает, это когда аппарат просто запихивают. Раздувая кишку максимально, ну это вот видно на экране, включаем инсуфлятор, держим палец на растяжении, все пытаются нащупать просвет и только потом двигаться колоноскопом. К чему это приводит? Приводит к тому, что начинается перерасход колоноскопа. Разобраться с сигмовидной кишкой надо не далее, чем на 30 сантиметрах. Первый сигнал о том, что что-то идет не так, когда у вас пошел повышенный расход. 40 сантиметров, 50. При длинной брыжейке можно достаточно далеко запихать колоноскоп. Все пытаются увидеть просвет. В экране просвет есть. За счет чего мы его видим? Вторая ошибка. Тянется большая тяга, чтобы просвет увидеть. Вот в этот момент обычно тяга и рвется, потому что идет перерастяжение тяги. Человек пытается увидеть просвет, не обращает внимание, что идет уже много сантиметров, надо бы ему уже отойти назад, но продолжается запихивание колоноскопа. И третий уже сигнал, который приводит к тому, что, который уже говорит о том, что что-то идет не так, это возникает парадоксальное движение. Сейчас на манекене попытаемся его изобразить. Парадоксальное движение выглядит следующим образом. То есть, напоминаю, три момента перерасход колоноскопа. Увидим просвет только за счет того, что тянем тягу изо всех сил большую на себя. И, соответственно, возникает парадокс. То есть, это когда картинка удаляется, если я двигаю колоноскоп. И в то же время приближается, если я вытаскиваю. Это парадоксальное движение. Явно, что сформировалась так называемая ню петля. Вот она сейчас здесь видна. И продвижение колоноскопа дальше, оно не получится. То есть, обычно на этом исследование заканчивается. Зарулить уже колоноскоп и стальный конец в нисходящий отдел в такой ситуации невозможно. Что с этим делать? Все очень просто. На аспирации мы, наоборот, колоноскоп вытаскиваем и пытаемся кишку собрать. Вот я говорил, что позиция на спине, она не самая удобная. Но здесь можно вот, в общем-то, и преодолеть ее за счет ввинчивания. Образуется у нас петля на вводимой части колоноскопа. И чтобы она нам дальше не мешала, мы перебрасываем ее на рабочий кабель. Нам потребуется этот поворот в обратную сторону. Может на селезеночном углу. Может при переходе... Здесь у нас как раз моделирована ситуация, когда поперечная кишка за счет тяги тянется вниз. Может при преодолении этого момента. После того, как мы собрали кишку, дошли до селезеночного угла, я пациентов укладываю на спину с левого бока. Сейчас посмотрим, как здесь колоноскоп себя поведет. Здесь можно воспользоваться ротацией колоноскопа в обратную сторону для того, чтобы преодолеть печеночный угол. Когда мы дошли до печеночного угла, вот мы сейчас в нем стоим, уже у нас виден купол слепой кишки. Тоже типичная ошибка. Это когда продолжают инсуфлировать воздух. У нас купол не имеет брыжевичного края. Он от нас только начинает отодвигаться. Соответственно, во всех рекомендациях руководствах сказано, что после печеночного угла воздух должен только аспирироваться. Ну и, соответственно, вот мы преодолели. Можем колоноскоп в принципе не трогать, можем его развернуть. Развернуть его можно следующим образом. Для того, чтобы винчивающим движением преодолеть печеночный изгиб. Ну вот, купол слепой кишки. Расстояние у нас 75 сантиметров. Манекен максимально отображает ситуацию с человеком. Не надо думать, что если вы не сможете пройти манекен, то вы сделаете колоноскопию 100%. Одну может сделаете. А если их поставить, например, 20 в ряд, наверное, показатель будет меньше 90%. Европейский показатель достижения интубации купола слепой кишки. Он не должен быть меньше 90%. И, соответственно, когда у вас уже сигма собрана, колоноскоп можно вращать как угодно, выполнять какие угодно манипуляции, сигма уже не распустится. Но здесь у нас стоит четвертая схема, долиха сигма. Пятую, шестую можно показать. Это прямая обратная альфа-петля, но смысл всегда только в одном. Мы любую петлю переводим в долиха сигмы, и потом собираем сигму. Так. У нас стоит четвертая схема, это долиха сигма. То есть у нас есть точки крепления начальные. Это первая вот точка крепления, потом вторая точка крепления. Они расположены рядом, два кольца. На схеме указано, какое из них должно быть с пружинкой, какое без пружинки. Между второй и третьей точкой у нас здесь написано, должно быть 15 складок. Вот мы создали их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, девять, четырнадцать, пятнадцать примерно складок. Вот эти ситуации с долиха сигмой. Помимо этого, есть схема, закладка в манекен, которая показывает прямую альфа петлю. Прямая у нас альфа петля. Она выглядит следующим образом. Расположена в организме вот так. Сейчас мы ее покажем, в чем ее отличие от обратной. То есть прямая альфа петля раскручивается поворотом эндоскопа вправо. Это прямая. То есть нависающая часть идет впереди трактосигмойного перехода. А обратная альфа петля, она у нас выглядит следующим образом. И, соответственно, вращая эндоскоп вправо и пытаясь пройти, мы приводим только к тому, что у нас начнет закручиваться. Возникнет болезненность. Надо будет прекратить ее вращение, продвижение. Ну и вот, соответственно, вот у нас прямая альфа петля. Сейчас мы покажем, как надо ее преодолеть с помощью эндоскопа. Почему именно так, а не иначе. Соответственно, вот у нас прямая альфа петля. То есть у нас в данном случае скоп зашел. Мы это видим. И нам надо его повернуть вправо, чтобы петлю прямую перевести вдоль х-сигму. За счет аспирации мы это всегда сможем сделать. Работаем на 25, максимум 30 сантиметров, зачастую 25 сантиметров. И упаковываем сигмовидную кишку. Соответственно, у нас... Пользуемся тягами мы совсем немного. Для того, чтобы пройти, выполнить колоноскопию, отклонение тяг должно быть минимальное, примерно 15-20 градусов. Малая тяга подруливаем, например, в сложном моменте в повороте. Вот в таком. Как бы заходим. Входим в нисходящий отдел толстой кишки. За счет инсуфляции и тяги. Сейчас не получилось, но... Манекен позволяет контролировать ситуацию, как это выглядит в животе. Перебрасываем на доску. Еще сейчас вспомнил важный момент. Сейчас про него тоже надо поговорить. Это сохранение осей. То есть, когда мы работаем с сигмовидной кишкой, ось должна быть у нас скопа отклонена в противоположную сторону. И, соответственно, имея мыс у человека, листец наклонена вниз. Работать эндоскопом с сигмовидной кишкой в таком направлении не получится. То есть, управляемость дистального конца будет минимальной. Ацфляцию можно было бы прибавить. Но вот здесь уже отклоняем немножко от себя большую тягу. Вот преодолели, прошли, так сказать, прямую альфа-петлю. Вернемся назад. Чем отличается обратная от прямой? То есть, повторюсь, это была прямая. Скоп вращаем вправо, чтобы развернуть и перевести вдоль их асигму. А вот это обратная. По-другому расположена. К чему приведет вращение эндоскопа здесь вправо? То есть, мы помним, что у нас у человека как бы все закрыто. Исследователь не видит, он точно не знает достоверных признаков определить, кроме ли я, не знаю. Но пытается видеть просвет. Соответственно, он заходит, заходит, начинает вращать эту петлю. И, по идее, она начинает только закручиваться. Вот это обратная. Она требует вращения эндоскопа влево. То есть, вот таким способом. Ну, опять же, вот она перевелась вдоль их асигму. Дальше на аспирации мы ее собираем. Начинаем работать на 25 сантиметрах. И, в принципе, ситуация повторяется. Не вращается эндоскоп вправо. Значит, скорее надо попробовать покрутить его, повернуть влево. Обратная эта петля встречается гораздо реже. Но встречается. Здесь, видим, уже просвет появился. Но мы не пытаемся в него пихать. Пытаемся за счет аспирации и вращения преодолеть вот эту вот ситуацию. Не надо тянуть тяги. Не надо пытаться грубо пихать эндоскоп. Только за счет аспирации, вытягивания и поворота эндоскопа вправо расправляем кишку. Ну, ситуация победилась. То есть, ситуация следующая. Есть у манекена, так сказать, специальная нога, которая позволяет его удерживать в боковом положении. Это сделано не зря. Потому что боковое положение для прохождения сигмы наиболее оптимальное. За счет действия силы тяжести сигмовидная кишка расправляется вниз. Сейчас можно посмотреть, как она будет собираться. Небольшими легкими движениями. И за счет наличия колпачка мы кишку подтягиваем. За счет аспирации. В этот момент и помощник-то особо не нужен с ручным пособием. Потому что он, скорее всего, будет только мешать. Максимум, что можно его попросить, это, если есть помощник, придержать правую подвздошную область, чтобы кишка не отклонялась вверх. Но если исследователь помнит о том, что надо соблюдать оси, о том, что она должна быть вот так, то обычно проблем не возникает. Попытаемся сейчас ее сложить. Небольшое отклонение гистального конца эндоскопа за счет большого винта необходимо для того, чтобы он работал, как вязальный крючок, нанизывал на себя петли. Вот сейчас вот видно, что все сжалось, подали воздух. Подтянули. И за каждую гаустру подошли, зацепились. Если колпачка дистального нет, мы всегда, вращая скоб вправо, не отпускаем его назад влево, иначе кишка распрямится. Мы всегда, поворачивая чуть-чуть на 15-20 градусов и подтягивая, придаем, как раз и собираем петлю здесь. Почему у нас собирается петля здесь? И когда уже видно, что дальше уже вращать просто неудобно, мы тогда перебрасываем петлю. Ничего с эндоскопом не произойдет. На рабочий кабель. Нам нужно не распустить собранную часть сигмовидной кишки. Манекен позволяет досконально отточить навыки сбаривания сигмовидной кишки. И на этом 99% проблем заканчивается. Подтянули еще. Подтянули еще. Возникнет необходимость. Можно еще одну петлю перебросить. Как я это называю, эндоскоп сам просится переброситься. То есть я просто аккуратно двигая, слежу, чего хочет эндоскоп. То есть я его и не пихаю, и тягу к нему не тяну. Вот. Появился просвет. Пытаемся туда зайти. Немножко можно подать воздух. Всегда идем на полуспущенной кишке. Когда мы максимально кишку расширяем, то мы теряем возможность ее собирать. Не устремляемся. Собираем, собираем. Вот, наверное, она уже собралась. Да. Дошли до селезеночного угла. Дальше мы ногу отсоединяем. Поворачиваем манекен. Поворачиваем человека. Потому что при левой позиции селезеночный угол становится зажатым. Пройти его бывает сложно. И проходим дальше. Вот у нас сигма собрана. Здесь уже можно поинсуфлировать. Периодически меняем инсуфляцию и аспирацию. Вот так вот преодолеваем. Ну, учитывая, что у нас здесь тяга, я показывал, как проходить. Есть схемы без тяг. Сейчас можно ее отсоединить. И если у нас какое-то... Вот так вот. Например, стандартная ситуация. Если у нас кишка уходит вниз за счет тяги, ну, или за счет спаечного какого-то процесса, мы можем ассистента попросить от пупа давить вверх. Таким движением к мечевидному отросту. Так позволяет преодолеть. Ну, здесь вот мы тягу отсоединили, и все стало проще. Здесь уже можно скоб вернуть в обратное положение. Ничего не распустится, и закончить полноскопию на тех же 70 сантиметрах. Бывает, что острый угол печеночный, тогда приходится опять повернуть человека на левый бок, угол затупится, преодолеть его, повернуть назад. Бывает, что настолько острый угол селезеночный, что даже позиция на спине не позволяет его пройти. Иногда приходится перевернуть человека на правый бок. Угол селезеночный распрямится. Положение на правом боку преодолеете селезеночный, и, соответственно, положите его назад на спину, чтобы закончить полноскопию. Дошли до... Ну, здесь у нас нет подвздошной кишки, дошли до купола. Мы пациентов дальше просим, если они у нас не в седации. В основном все полноскопии выполняются без седации. При правильном выполнении она, в принципе, не нужна. Просим самого человека прижать правую подвздошную область рукой, для того, чтобы легко заинтубировать подвздошную кишку. Здесь у манекена у нас подвздошной кишки нет, но это происходит следующим образом. То есть небольшое отклонение винта большого на себя, и вращение скопа влево позволяет заинтубировать подвздошную кишку без проблем. Если люди дошли до купола слепой кишки, то не заинтубировать подвздошную обычно ничего не мешает. Всегда это можно сделать, а интубировать ее надо, тем более при первой полноскопии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok